Просто какая-то дичь, блин, это вообще профили? Нет, говорю, она трубку не берет. Нет, вы что думаете, реально замочили Аню? Мешок, блин, от мусора огромный тащил. Может быть, ее заставили, там же был какой-то человек. Ванна сужала Аню, если ты позвонишь в полицию... Ну, смартфонтик, давайте все объясним. Короче, ребята, у нас какая-то просто трэш, блин. Мы пришли домой, и у нас пропала подруга, жена Мигеля, Аня. И здесь просто какая-то дичь, блин, происходит. Я вообще не понимаю, что это. Скажите, кто последний из дома уходил? Кто вообще видел Аню последний раз? Аня дома была, я уходила последняя. Ну, и что? Ну, она сказала, что она будет дома весь день. И что это, блин, такое? Блин, это что? Что это? Это кровь? Я не знаю, что это, но... Блин, я не понимаю. Ты когда уходила, ты дверь закрывала вообще? Конечно, закрывала. Что, на ключ или Аня такое закрывала вообще? Аня со мной закрыла, она была дома. Блин, что случилось? А где она? Подождите, стоп. Давайте мы можем позвонить ей просто и спросить, где она? Она звонила просто 10 раз. У меня 10 грёбанных пропущенных вызовов. Ребят, просто чтобы вы понимали, у нас сейчас вот всех втроем не было дома. И вот Аня, это жена Мигеля, она, собственно, одна оставалась дома. И вот мы не знаем, что сейчас произошло. Блин. Мигель, дозвонишь? Блин, да. Я не знаю, может, что-то случилось? Может, ей плохо стало? Плохо? Посмотри просто, как она, посмотри, что? Я не знаю, типа, это, по-твоему, вообще нормально? Может, человек порезался, понимаешь? Порезался, я просто об этом всю... Блин. Она не берет трубку. Слушай, ну не могла же её там, не знаю, в ванне так удариться, что вот просто там вся ванна в кровище, правильно? Стой, иди сюда, подержи камеру. Я сейчас, Костя, а могла... Стой. Смотри, вот я здесь вижу, видишь, тут кровь уже запеклась, во-первых, как бы. Да. А там вот, ну, типа, такое чувство, как будто вот, ну, вытирали руки вообще, то есть, ну, обычно, не знаю. Это вообще кровь или нет, я не понимаю. Ну, блин, попробуй. Нет. Ну, блин. А как понять, что это кровь? Нет, нет, ну, как бы, я не знаю, на что это похоже. Вы можете, ребят, в комментарии написать, а мне кажется, здесь всё очевидно. Ну, просто когда, вот видите, такие коричневые разводы, это похоже, но когда кровь запекается, вот, типа, так и происходит. Блин, пипец. Слушайте, а может, это с Мартой что-то? Где Марта? Вы видели Марту? Не знаю. Ребят, Марта, это наша кошка, и она... Ты ещё понимаешь, что если ты сейчас будешь звать кошку, то у нас кошка, она настолько, ну, старается, социопатка, короче, она старается с людьми не общаться, она старается выходить только к тем людям, к которым она привыкла. Нигель, так что, ты дозвонился, да, Аня, или что? Нет, я тебе говорю, она трубку не берёт. Вот, у неё потом вообще оборвался вызов и, типа, выключили телефон. Блин, а что если с Мартой что-то произошло? Может, они куда-нибудь в ветеринарку поехали? Я не знаю... Да что с Мартой произошло? Типа, Марта упала, блин, и ванну всё разбила, что ли? Да откуда, блин, я знаю. Помнишь, у нас у друга была ситуация, когда просто кошак спрыгнул, вот так вот батарея лапой попал, и лапа просто на несколько, у него там перелома было, он 40 тысяч отдал, чтобы ей починили её. Так что, Вер, ты с Аней не говорила, она там никуда не собиралась идти? Ой, господи, маленькая моя. Блин, а почему она так в шкаф забилась? Она, может, боялась, типа, ну, что здесь происходило? Ты мой зайчик. Вера, Аня не говорила, она куда-то собиралась идти, кому мы можем позвонить ещё? Мигель, можем кому-то... Да, она не собиралась, она дома должна была быть. Подождите, у вас же куча грёбаных скрытых камер, вы же, блин, развлекаетесь постоянно. Саша, блин, камеры, точно, у нас камера же стоит. А, ребят, пойдёмте, пойдёмте, пойдёмте. Так, ребят, у нас вот здесь вот стоит скрытая камера, вот, давайте её посмотрим, что удалось снять. Возможно, там, ну, будет как бы ответ, там, типа, что с Аней произошло. Так, ребят, я, в общем, скинул все видеоматериалы сюда, на комп. Мы сейчас посмотрим все вместе с скрытой камерой, возможно, нам будет ответ из этого, ну, куда Аня делась. Вер, ты идёшь? Вер. Вер, ты серьёзно? Мы сейчас пытаемся проблему решить, а ты музыку решила послушать? Так, вообще-то это не просто музыка, а музыка для концентрации внимания. Дайте мне минутку, и я сейчас всё решу. Я, наконец-таки, нашла идеальный сервис, чтобы слушать музыку онлайн и оффлайн без рекламы. Это Яндекс.Музыка. Я просто в восторге, там есть умные рекомендации, с помощью которых я нашла кучу крутых песен. Всего-то нужно при первом запуске приложения выбрать, какие музыкальные жанры вам нравятся, а потом любимых исполнителей. Но самая любимая функция – это свежие релизы каждую неделю. Новая музыка становится доступной быстро, и это очень удобно. А ещё в Яндекс.Музыке есть подкасты и аудиокниги. И при наличии всего этого добра в приложении суперудобный интерфейс. Столько плюсов я не видела ни в одном другом стриминговом сервисе, так что всем его очень советую. В описании под этим видео я оставлю промо-код на целых 90 дней подписки Яндекс.Музыка, вместе с которым вы получите бесплатный доступ к Яндекс.Музыке. Так, ребят, в общем, я запускаю видос. Как будто что-то происходит. Ну, я не знаю, она вроде еду готовит или что-то такое. Она могла, может, там, ну, не знаю, пораниться на кухне, там, ножом просто. Вы знаете, что как бы, если острое ножко... Ну, почему она тогда не помыла руку в... Ну, типа, она пошла в ванну, засрала всю её кровью, обляпала вот так, и типа, и что? Ну, в чём логика? Так, давайте отправим, может быть, здесь что-то есть? Подожди, Верт, помоги нам, давай ты внимательно посмотришь. Просто, как бы, сейчас, может, какие-то детали нужно, ну, как бы, ты увидишь, а мы не увидим. Надо всем внимательно смотреть. Ребят, тоже смотрите, если вы вот что-то странное увидите, напишите в комментариях. Это реально очень важно. Вы понимаете, что сейчас нам ничего нельзя трогать вокруг, потому что всё может быть уликами. И поэтому ты пошла на кухню, там, на лабора? Я просто посмотрела, я даже не трогала ничего. А мог кто-то в квартиру вообще забраться, как вы думаете? Конечно, мог, блин. Да как он мог? Если-то она на защёлку закрыла... Кто сейчас первый пришёл вообще? Сейчас дверь на ключ была закрыта. Ну, блин, ну, а, ну, стой, смотрите, она уходит куда-то. Так, эээ... Что это сейчас было? Я не знаю. Слушайте, она, походу, идёт вон куда-то в этот самый, типа... Смотри, смотри, там, что ты... Ко входу она пошла. Типа, она дверь кому-то открыла. Да, 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 она дверь кому-то открыла. Смотрите, вы видите вообще или нет? Сути по всему, она с кем-то общается. Да, слушайте, там, там, видите, там силуэт какой-то. Смотри, он в чёрном плаще, что ли? Ну, или в кофте. Да, ребят, напишите в комментариях, если вы понимаете, что это такое. Вот вы видите, если вы не понимаете, о чём мы говорим, то... Кто-то должен был приходить вообще, может, там, я не знаю. Сейчас в отражении автомата из Даркнета видно человека, второго человека. Никто не должен был приходить. Ну, по крайней мере, Аня мне ничего не говорила про это. Так, а дальше, по-моему, видео всё обрывается и конец. Типа, ну, я не знаю, видимо, камера села, ребята, вас просто мы на пауэрбэнк забыли поставить. Молодец. Блин, почему всё происходит в этот момент, когда у нас камера садится? Блин, не первый раз уже такое, Санёк, у тебя постоянно сажается пауэрбэнк. Блин, давайте думать, что делать. Пойдёте посмотрим на кухню. Я реально, ну, если там есть какие-то следы, я хочу, чтобы мы сейчас это всё сняли. Давайте только мы договоримся, что мы ничего не трогаем. Ладно, давайте ещё просто, вот, скажите мне, вот, я, конечно, не хочу там пессимизм там настраивать, но, типа, с ней что-то плохое произошло или нет? Никто не знает. У нас уже была ситуация, когда наша подруга пропала. И оказалось, что она просто вышла в магазин. Давайте ещё раз попробуем позвонить. Давайте я попробую позвонить. Вер, на камеру, сейчас я попробую. Ну, позвони, но я говорю, у неё телефон выключен, понимаешь, что это такой выключенный телефон? Короче, выглядит здесь, в принципе, всё нормально. Как будто здесь кто-то готовил еду, здесь вот фрукты, водичка. Я на громкость звоню. Никаких следов крови я не вижу. Гудки есть, что ты говорил, там не дозваниваются? Типа я, по-твоему, прикалываюсь или что? Но она мне уговорила, типа, выключить телефон. Подождите, стоп, 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 вы не слышите? Вибрация. Тихо, тихо, тихо. Вы слышите вибрацию? Да. Тихо, 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 тихо. Где ты? Блин, он здесь, что ли? Ну, ты звонишь? Да звоню, вы можете просто помолчать сейчас, секунду. Давайте вот прямо тишь, тишину сделаю. Так ты сейчас больше всех и балаболь. Тихо, тихо. Вы слышите? Как будто вибрация, мне кажется. Тихо. Вот же. Вот. Это ее же, да? Ребят. А что это? что ребята это qr-код вы понимаете qr-код который мы нашли в черве это задание это какая-то новая игра и если он находится рядом с телефоном это значит то что она его скорее всего отсканировал и что-то блин прыгают короче мы купили автомат с игрушками из даркнета и то каждый пакете который мы достаем это отдельная игра и когда мы ее проходим мы можем достать следующий пакет и там нам доставили червя этого так вот мы нашли там этот qr-код и если его часа не отсканировала значит она проходит какое-то новое задание мысль ее кто-то блин пришли замочили что ли или что это значит блин чуваки вы понимаете что но она не настолько тупорывая чтобы просто брать одной сканировать qr-код может быть ее заставили там же был какой-то человек блин это но это супер тупо понимаешь это не супер тупо камера выключилась но блин она она просто мне кажется не умеет этот qr-код просто отсканировать ты понимаешь сколько совпадений сейчас смотри камера выключилась телефон здесь qr-код здесь как бы ну по-моему все об одном говорит ребята давайте мы посмотрим ты же разблокировал телефон разблокировал разблокировал тут каких-то непонятные вообще просто пропущенные вызовы от просто пяти разных номеров ты можешь перезвонить на них тогда мы можем узнать кто это давай перезвоним реально просто спросим типа так ладно вот я же смысле нафига ты мне звонишь как смысле тебя тут пропущенная тебя чё за дела просто чё за дела какие пранкую я только что звонил же блин когда телефон искали аня ладно ты чё подозревал санька да ну хрен знает вы уже типа тут пранк на пранке пранком погоняет ой слушай вот ребят лепшись пожалуйста в коментах кто кого чаще пранкует мигель сани нас или мы саши мигели и аню я думаю что просто сбросилась ладно сейчас я еще раз в еще один папа позвоню здравствуйте подскажите пожалуйста к вам записывалась девушка анна вот сегодня на полдесятого нет хорошо ладно извините спасибо вообще записывалась или нет нет это вообще тупо было что я спросил типа почему на полдесятого я не понимаю вообще поэтому предлагаю давайте легенду нормально придумаем что за девушка полдесятого ну как бы просто если она звонила то она ну в течение дня это могла сделать она могла сделать это час назад никто не знает мужчины от этого телефона но понимаешь барбершопах стригут мужчин девушка не узнала ее номер телефона потому что обычно они поднимают руку говорят здравствуйте там имя клиента потому что у них все это записано знаешь как у них базы работа потому что ну я сколько пользуюсь всякими вот этими сервисами барбершопами так далее всегда меня по имени назвать я просто вот даже не знаю человек исчез телефон лежит здесь без телефона сейчас никто никуда своими ногами не уходит мигель подожди а вот этот номер барбершоп это пропущенный был или типа она звонила туда сейчас подожди я посмотрю давайте придумаем нормальную легенду с просто вера позвонит и спросит ну как бы типа здравствуйте а вы мне звонили там что-нибудь такое нормально барбершоп ну да типа у меня пропущенный от вас там и так далее там типа они скажут нам не звонили до свидания ладно как мы можем их раскусить потому что ну как бы это точно связано нафига это просто барбершоп девушка явно вообще не в курсах что происходит да блин нафига а не барбершоп было звонить ну вот понимаете это нелогично нифига этим их сначала хотя бы осмотрим ванну давайте мы отсканим qr-код как у ты 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 издеваешься смысл если она его не отсканила я надеюсь что у нее хватило мозгов этого не делать мы сейчас отсканим и просто попадем на какую-то опять штуку нам опять доставят какую-то коробку с каким-то блин еще монстром я не знаю это всего лишь игра и на голова игра тебе понравилась последняя игра мне например нет когда а не лежала и в ней попал за какую-то червя ликвидировать было прикольно как приколок ребят просто кто не понимает прошлый раз теперь реально когда мы qr-код сосканили нам привезли этого паразита из darknet и она не укусила под кожу и залез на вас подписывались блин ребята на канале александра да блин чё ты такая не такая ты все равно сидишь лясами точишь как бы еще я я говорю пойдемте посмотрим ванну пойдемте посмотрим что там ребят кати может не в немного не в тему но реально не забывайте на канал подписываться мигель как бы все правильно сказал саша давай ты сейчас этого делать не будешь подписывайтесь короче просто все подождите давайте просто ну я не знаю ну это пипец на самом деле она уже прям вообще засохла очень люто ну это пипец на самом деле если здесь кровь уже вот сейчас запекается то значит она была свежая и она значит недавно была здесь короче давай к охране саша если она вышла своими ногами то мы сможем это посмотреть на камере которая у охранника ребят точно у нас внизу охраны у них там 10 камер или 20 пойдемте я покажу быстро ребят смотрите короче сейчас вот я вам покажу а даже более того но типа вот если у вас здесь вот посмотреть прямо да зацените ребят видите скрытая камера она будет включена в системе дымового наблюдения блин подождите-то чуваки мы хотим сейчас в район что ли немножко тупо будет если мы сейчас все втроем туда пойдем начнем этот прикиньте мы короче с такие толпой еще ничего не взводим мне кажется как минимум он просто говорит давайте типа ментов вызовем мне кажется сейчас туда звонить не самая лучшая идея в конце концов потому что мы находимся здесь ванна просто в крови и тут вообще просто ну типа может эту кровь типа на анализы как-то сдать типа ну аля там это человечество да ничего и ты такой типа не звонил ни в полицию ничего сам пошел анализы сдавать что ты скажешь типа о проверьте а вдруг это кровь да а чья кровь а чья кровь а что с ней случилось да а кто это а это не вы причастны к этому преступлению ну смотри а какое преступление вы что думаете реально замочили Аню здесь что ли в ванне да блин я не знаю уже что думать с вашими этими идиотскими даркнетами вот всей этой истории блин вы задолбали ой слушай я тебе потом на самом деле это припомню когда ты будешь говоришь что типа о это классно давайте в новое место съездим интересно мистическое да да а кто мне постоянно а давай знаешь какие-то мистические места расскажи а расскажи давайте мы просто успокоимся не будем сейчас друг на друга гнать я понимаю что мы все переживаем и пошлем Сашу к охраннику в смысле а что я им скажу здравствуйте типа у нас человек пропал из квартиры а вы не видели или случайно можно на скрытых камерах посмотрю просто скажи что ну это конечно вообще пипец будет если ее там выносили на руках из квартиры я боюсь на самом деле это представить но если человек вышел из дома без телефона он мог потерять память например и ты можешь у охранника спокойно спросить типа во сколько она хотя бы вышла вообще типа это на самом деле супер странно если там сидят эти гребаные охранники с двадцатью камерами типа они не заметили как кого-то там выносили но они не всегда здесь сидят а они отходят иногда бывают я постоянно видел что там никого не зеркать вот это вот вопрос на самом деле они просто ну типа говняются чтобы сюда типа никто не заходил домофон там не нажимал ковид все дела окей ладно давай Снёк ну иди я не знаю окей давай хочешь ты сходи давайте ладно я схожу на берка ну ладно на самом деле он Сашу лучше знать должен все давайте ждите сейчас блин чё он так долго я не понимаю я не знаю где он о подожди ну чё блин плохо всё да чё там блин какой-то чел блин мешок блин от мусора огромный тащил в смысле а из нашей квартиры да и чё и спокойно да всё они такие и чё охранник тебе сказал ничего я на видео записал давайте я вам покажу так ребят я выведу на экран чтобы вы всё увидели вот видите это скрытые камеры все они показывают ну вот все помещения какие есть здесь в смысле где какой мешок вон видите там помехи какие-то короче и где мешок то ты пошутить решил или чё вот сейчас ладно это пранк я не знаю как бы блин Саша какой мать твой пранк ты издеваешься блин слушайте я не хочу с ним просто не разговаривать не общаться просто ты переходишь реально все границы ладно ну как бы ну хорошо что никакого не было мешка как бы уже зато мы можем нервничать не было никого там просто короче эти камеры и всё нет смысла камера как они могли нет в этом это и проблема что понимаете никто из дома не выходил из нашей квартиры никто не выходил ну как она могла исчезнуть тогда хороший вопрос как Вера ванну её засосала ванна сожрала Аню да походу ванна Аню сожрала блин может она на балконе прячется вот серьёзно ребят ну Мигель я серьёзно говорю она не выходила из квартиры мы с охранником реально перемотали я уже ничего не верю просто нет давайте мы реально посмотрим сейчас я ментам буду звонить и у меня ещё знакомые есть в органах блин пусть они тогда разбираются подключаются вы мне надоели просто в смысле каким ментам что ты им скажешь нет а чё чё ты ментам скажешь реально ну в смысле я скажу что человек пропал следы в ванной пусть они приезжают разгребают ну вообще просто ну в смысле и тебя самого первого повяжут сейчас потому что ну я не знаю по моему вот не вариант звонить сейчас там в полицию Вер ты где? я просто пытаюсь блин найти хоть что-то может быть она на балконе где Аня блин нету нифига здесь я не знаю я посмотрела в шкафах я посмотрела просто уже везде ну не можешь же быть под кроватью ну серьёзно ну ёлка у меня ну под кроватью ничего не нет чё мы реально ментам звоним тогда или что ну а чё делать блин я просто я не знаю Саш ну ты понимаешь что это может быть? я не знаю ну в смысле реально ванна её сожрала получается тогда ну а куда она одеться могла ну по камерам было видно что она не выходила тогда мы с домашних камер видели что она здесь сейчас её нету там давайте реально сядем и подумаем вообще что можно сделать сейчас давайте сформировать чёрт ход пожалуйста и что ну и что ты по крайней мере узнаешь что это за задание и где её можно искать если ты позвонишь в полицию тогда ну как бы эта вся история будет завязана с даркнетом вот что да и нас всех блин посадят вообще нафиг знает скол и хрен с ним пусть они закроют этот даркнет и всё и просто вся эта история закончится никто этот даркнет не закроет никогда вы просто понимаете уровень серьёзности ну вы хотя бы вот хоть чуть-чуть в вашу голову что-то вот вообще влазит я не понимаю сидите вы блин пранкуете мешок и вам смешно хи-хи ха ха блин ну вы здесь сидите я просто хотел обстановку разрядить я же не сослаблен ну подъезд разрядил кайф ты бы ещё я не знаю шутки какие-нибудь включил комедий клэп короче где этот тёрт ход ты серьёзно давай не надо пожалуйста Вер не надо сканить его ребят просто в прошлый раз в реальном паразиты привезли ну и что мы разобрались с паразитом мы разгадали эту загадку как обезвредить Аню и всё нормально было вон врач же сказал что всё хорошо вот именно что это всё понимаешь было с Аней сейчас опять Аней ну это как минимум блин не честно в конце концов я не хочу можно подъехать ну я же ей не заставляла сканить QR-код может она его вообще не сканила ну вот и может она не сканила и не надо его сканить тогда вообще зачем ты его будешь сканить если я не знаю сейчас тебе придёт посылка я не знаю с каким-нибудь килограммом и что ты будешь делать да пофигу ну давайте сканить реально а что мы теряем реально вот ты быстро переобуваешься тоже мне блин ещё это я не знаю я не хочу сканить я против в смысле ты хочешь жену найти или ты хочешь блин проблем от QR-кода огрести блин как нам QR-код поможет найти жену так хорошо давайте сделаем так это может быть конечно тупо но мы сейчас спросим у Шара который нам может дать он же нам конечно всё ответит всё правильно рассказывает сканировать нам QR-код или нет не могу сказать ещё раз сканировать QR-код нам сейчас или нет окей давай просто монетку подкинем это будет вообще чисто случайность просто у тебя тут та же чисто случайность сканировать нам QR-код он говорит не может сказать о подожди духки говорят да вот блин чуваки ну это бред ну у нас есть какие-нибудь другие варианты чтобы не сканировать этот QR-код и что-то я не знаю сделать блин почему она пошла без телефона она никуда не ходит без телефона потому что она блин в 100 лет с телефоном ходит да вот именно я не знаю что тебе этот QR-код давай уже блин тебе не кажется Мигель так сопротивляется я уже согласен QR-код Вера согласна окей на скань на сканируй со своего телефона давай давай я с твоего у меня вирусов не должна быть конечно это же айфон Ребят вот мы кстати с Мигелем и с Верой постоянно спорим что круче айфон или андроид ну по-моему вот они просто достали вот своими айфономаны по-моему айфон это просто кал вообще вот просто я не знаю короче напишите в комментариях что реально круче айфон или андроид просто человек который с андроидом ходит Вер ты куда Вер ты чего новое задание будет в течении 3 дней Соня ты серьезно? Кайф на вот смотри лайк просто лайк подписка это значит то что она его не сканировала и что? может она его сканировала и оно уже началось это задание может там постоянно вот эта вот история просто ты как таймер типа ты сканируешь он тебе завтра ты отсканишь и он тебе скажет новое задание будет через 2 дня это вообще ничего не доказывает это просто ты обребла себе проблем если она его не сканировала так мы будем в полицию то звонить или нет так что это? быстрей ребята там капец закрывайте 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 что у нас случилось? это просто жесть за мной подожди ты можешь рассказать то что произошло вообще ты в порядке алло ты в порядке вообще? что с тобой произошло? кто следил? ну кто сейчас? подожди что сейчас произошло ты где была Ань? мне казалось что может мне кажется что короче в кустах я видела там клоун он сидел и он сидел не в одних кустах как будто было много я не знаю ощущение что за мной кто-то следил ты можешь объяснить где ты вообще была? подожди ты в крови или нет Аня у тебя не раны или что? что случилось в крови? нет конечно подожди ты поранилась или что случилось? откуда кровь? да ты можешь объяснить где ты была или нет? я была у подружки на день рождения точнее у ее дочки серьезно серьезно? да а что с ванной? а что с ней? ну там как бы вся ванна в кровище и вот так вот следы какое кровище? я не знаю да нет там никакой кровище ты блин прикалываешься просто мы тут реально чуть не померли просто пока все головы сломали вы думали со мной что-то случилось? почему ты тогда телефон забыла? и ты qr-код сосканировала или что? нет я ничего не сканировала я просто забыла телефон за мной пришла подруга забрать меня я забыла телефон я забыла смыть ванну здесь еще чайник кипел в общем короче мне пришлось быстро уходить я просто забыла телефон в смысле а что за qr-код лежало там на полу? не знаю блин что ты вообще знаешь? я не понимаю это ты забыла то забыла а qr-код не знаешь короче ребята все в порядке как обычно мы просто перекипишевали но qr-код мы отсканировали молодец через 3 дня или в течение 3 дней будет новое задание давайте поаплодируем Вере которая сканировала грёбанный qr-код просто для чего? ну я же говорил не надо говорил не надо может эти клоуны это уже есть начало этого задания? подожди объясни что за клоуны? какие клоуны вообще? я шла домой одна когда ты их видела? вот сейчас когда сейчас? вот там проходишь там кусты справа сколько минут назад мы сейчас разговариваем ну вот буквально я не знаю пока по дворе ну на самом деле я отсканировала и наверное все молодец кайф ладно ребят обязательно подписывайтесь на этот канал в продолжение скорее всего выйдет на канале алекса морал но не забывайте подписаться и на этот канал потому что в данный момент у нас нет расписания видео может выйти как здесь так и на канале алекса морал подписывайся на мой тикток по ссылке в описании а не на фейке на телеграм-канал и увидимся снова пока пока